Сегодня очередной раздел Тора, это недельный раздел. Вместе со всеми верующими евреями по всему лицу мира мы изучаем эту главу «Кетаво». Она переводится «Когда придешь». Это книга «Дворим» или «Второзаконие», 26 глава сначала и по 8 стих 29 главы. То есть 26, 27, 28 глава. И о чем здесь? Здесь лидер нации, духовный лидер, моральный лидер, Моше, он учит народ. Он знает, что скоро уйдет. Он один из немногих людей, когда точно знал, когда он уйдет к Господу, потому что он ему сказал, скоро пойдешь ко мне. Он учит людей и он передает им все свое сердце, все свое понимание. Он очень хочет, чтобы его народ был счастливым. Он очень хочет, чтобы его народ был успешным, чтобы у них все получилось. Вот у него огромное сердце. Он готов был жизнь свою отдать за народ и готов был вместе с ними уйти в небытие, если Бога не будет с народом. И вот это буквально уже, можно сказать, последние его слова. И он говорит здесь о важных вещах, о важных вещах по его мнению. Ну, не последние слова, имею в виду, последнее как бы уже наставление. Он говорит о приношении первых плодов и особой молитве при этом. Он говорит о приношении десятин, о том, что когда Израиль перейдет Иордан, нужно будет выбрать камни такие неотесанные, известить их и написать на них слова закона, чтобы это было напоминанием для всего Израиля. Ну, и знаменитая, или так, знаменитейшая глава, 28-я, про благословение и проклятие. Ну, об этом уже знают все. В которую в эту главу вписана вся будущая, настоящая будущая история Израиля. Основной мотив раздела Торы. Помни, что Бог сделал для тебя и исполняй все, что Он говорит тебе делать. Он постоянно, ну, и на протяжении всей книги дворим, ну, здесь Он множество раз говорит. Помни, что Бог сделал для тебя. Будь благодарен, исполняй, и это принесет тебе жизнь. Избери жизнь. Потому что есть смерть, есть жизнь. Вне такого, он говорит, предлагаю и жизнь, и смерть, но избери жизнь. Это твой выбор. И первое, с чего начинается этот раздел, законов принесения первых плодов урожая вместо поклонения. По приходу в Ханан, каждый израильтянин, владеющий участком земли, должен был отметить первый плод его в саду. И когда он созреет, принести, ну, вместе с другими плодами первыми, принести его в Скинию, храм. Ну, судя по всему, это было единичное такое. То есть это было не на каждый год. Это вот когда войдут в землю, вот поэтому оно так и называется. Когда войдешь. Вот, когда войдешь, он говорит, первым делом, вот первый плод у тебя созреет, приди в храм, представь. Я просто вам не предлагаю его осмотреть, там просто очень большой отрывок. Вот, если его читать, пока прочитаешь конец, забудешь, что он в начале. Ну, суть, я просто суть пересказываю. Он говорит, когда придешь, вот, принеси, поставь к священнику, священник благословит, поставит перед Господом, а ты скажи молитву. И там будут такие слова. Скажи священнику, сегодня исповедуют перед Господом, твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. То есть этим он, каждый израильтянин, он должен был слово в слово, там, эту молитву повторить, или это провозглашение, в котором он был, он говорил, благодаря кому он вошел в эту землю. И он говорил, Бог верный этими словами. Бог верный. Он сказал, и он вел меня в эту землю, и сегодня я свидетельствую об этом. Еще, ну, потом он должен был рассказать о том, какие проблемы у них, как Бог создал народ, как ввел в Египет, как там, какие притеснения были в Египте. Но, говорит, возопили мы Господу, Богу, Отцом наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши, угнетения наши, и вывел из Египта руку, и сильную мышцу простертую великим ужасом, знамениями, чудесами, и привел нас в это место, и дал нам землю, землю, которая течет молоко и мед. И вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. Ну, и дальше, говорит, поклонись, ну, Маше учит, поклонись, и веселись, веселись пред Господом. Молящий должен был понимать, что его благополучие, результат союза Бога Всевышнего с отцами народа. То есть это было самое главное, Маше всегда учил этому народу. Ну, знаете, меня коснулось немножечко, как бы на этот раз немножко по-другому. В определенном смысле каждый израильтянин благодарил Всевышнего за то, что его страна была, что его народ был выведен из Египта, из общества идолопоклонников, из общества тех, кто привлекал их к идолам. И вот, и фактически он благодарил, благодарил Всевышнего за то, что они сейчас независимы, они отделены от этого царства идолопоклонства. И знаете, оно меня коснулось это, потому что я вдруг увидел некие параллели. То есть я не сравниваю, я не хочу сказать, что мы, как Израиль, но некие параллели все-таки я увидел, понимаете, в истории Украины и в истории Израиля. Ну, во-первых, мы древние народы, потому что обычно нашу историю ведут от 8-9 века, но на самом деле, друзья, на этой земле всегда жили десятки миллионов людей, начиная с, я вам скажу, где-то 3-4 века до нашей эры. Это были наши предки, потому что от самых первых, чьи жилища, тысячи жилищ, тысячи городов и поселений раскопаны сейчас, это Трипольская культура, от которых мы получили вот эти расписные мазанки, там, этими мальвами, петухами, там и так далее. И наш орнамент национальный, украинский, мы от Трипольской культуры получили. Потом была Скифская дуба, то есть история Скифов, это где-то 3-й век, середина 3-го века перешла. И Трипольская культура, она стала Скифско-Сармадская, ну, Скифская, а потом Скифская, это тоже наши предки, потому что от них мы получили воинственный дух. И когда я читаю историю Украины, именно в таком прочтении, я вижу, почему наши воины, они бьются не просто, знаете, вот так сражаются, вот до смерти. Не-не-не, они как-то сражаются, знаете, за взятием. Вот есть такое понятие, да, за взятием. Инколи даже, дивися, как они стреляют из этих пушек, знаете, как-то весело у них даже получается. То это с того часу, потому что наши предки, они тут похоронили и військо Александра Македонского 30-ти тысячное, и уполовинили 600-ти тысячную армію царя Дарья, значит, они еле втекли. А Рим, Великий Рим, он боялся подкнутися сюди. Ни разу, ни разу Великий Рим сюди, нога римского солдата не ступала. Вони там тільки по грецьким поселенням, вони були там біля моря, бо боялися. Ну, я не про це, я про це, що ми теж древний народ, ми воевничий народ, як і Ізраїль. Але не тільки в цьому наша сходзість, бо Господь, потому що... Опять я перешел, да, на красу? Я вже... Потому що Бог наш, Он использував наш народ для распространения Евангелия. Ви знаєте, да, що Евангелие, оно вперві на території бывшого Советського Союзу, оно появилось в Києві, і потім пошло на всю територію, яка займає одну шестую части суши всього мира. А потім, може біля не всі знають, Баптийське пробуждення, оно прошло тоже з Украини, Одеса, Пятидесятниційська Украини, Одеса, і якщо? Міссянське, да, оно теж пошло, оно теж пошло з Украини, Одеса. Поэтому в цьому плані ми теж, як би народ, который Господь, Он использує для спасення миллионов, сотен, сотен миллионов людей. Я вже не говорю о наших пасторах, которые служат по всему миру. Так же, Боже, Господь, то есть мы, как народ, мы так же знаем, мы так же знаем, что такое рассияние. Может быть, не все знают нашу историю, но с начала прошлого века наш народ, он тоже неоднократно уходил, ну, как так получалось, что войны, царские указы, они вытесняли наш народ, вытесняли за границу, и мы сейчас имеем многочисленные диаспоры в разных странах. Но даже не это, знаете. Сейчас, вот в чем я увидел, как бы, вот особую параллель, это в том, что сейчас мы тоже делаем то же, что делала Израиль, выходя из Египта. Кто-то видит в этом параллель? Потому что мы, друзья, мы отлепляемся от московского идолопоклонического царства, от этого духовного Египта, понимаете, который сотни лет он держал нас в рабстве, вот, а последнюю сотню лет так вообще просто он отравлял нашу страну своим гниющим трупом идолопоклоническим. И до сих пор в этой, в Москве на площадях стоят тысячи идолов Ленина, Сталина и прочих коммунистических кровавых монстров, которые загубили не просто миллионы, а десятки миллионов людей, в том числе очень много, очень много украинцев, до 10 миллионов, наверное, и украинцев. В Украине эти идолы были разрушены, вы знаете, многие спорили, нужно ли нам тратить деньги на то, чтобы избавиться от этих идолов. Я вам скажу, нужно, потому что Бог, когда Он говорил выходить, вернее так, когда через Маше Он говорил выйти из Египта, Он говорит, первым делом, что вы сделаете, вы избавьте, разрушьте это все, чтобы этого не было. Даже упоминание, мы все это сделали, друзья, мы все это сделали, и даже упоминаний нету этих коммунистических идолов. Поэтому это является, ну для меня является свидетельством того, что мы победим. Не потому, что у нас там сильная армия, у нас сильные союзники, а потому, что мы делали, как народ, мы делали то, и делаем то, что Бог повелел на нам. Мы избавляемся от идолопоклонничества, мы приближаемся к Богу, в том числе и наша община, она служит тому, понимаете, когда мы едем там, оказываем гуманитарную помощь, или еще что-то. Мы несем что? Мы несем Евангелие, мы приближаем наш народ, приближаем к Господу, говорим, кто есть источник силы нашего народа. И еще, друзья, пару слов, ну не пару, чуть-чуть я еще скажу, еще об одном важном деле. Вот здесь упоминается, в 26 главе, говорится о десятинах. Это второзаконие, 26 глава, 12-15 стихи. Вот здесь, наверное, вам покажут. Ну, суть в том, что Моше учил отделять все десятины произведений земли. Значит, ну здесь говорится о десятине для бедных. Вообще-то, в Израиле было три десятины, но я сейчас не об этом хочу сказать. Но здесь говорится об одной, упоминается, ну как о, как бы, сосредоточии, сосредоточии всех. И вот Моше говорит, когда ты отделишь вот эти десятины, то скажи своему Богу, скажи пред Господом, Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал, святыню, и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедовал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл, я не ел от нее печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого, я повиновался глазу Бога моего, исполнил все, что ты заповедовал мне. И теперь я все сделал, призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которая течет молоко и мертв. Почему я говорю о десятинах? Ну, во-первых, мы об этом практически никогда не говорим. Правильно? И ко мне даже иногда подходят и говорят, а чего вообще не говорим? Народ не будет знать и народ просто не будет благословен. Вот, поэтому, ну, хоть иногда говорите, я дал себе такое внутреннее указание, что если будут упоминать, то я обязательно об этом скажу. То есть я не буду там полностью рассказывать всю идею, мы понимаем. Но с точки зрения того, вот как, что такое сейчас эта десятина, потому что тогда это был закон. Правильно? Ну, появилась десятина не как закон, но потом она перешла в закон, ее больше рассматривают как закон. Закон сейчас, как мы знаем, он не действует, но закон, он был детоводителем ко Христу. Помним мы это, да? То есть закон раньше разговаривал с Израилем, как с детьми. То есть он говорил, вот смотрите, десятина, она нужна зачем? Чтобы, ну, первое, этим ты подтверждаешь, это же десятины мои, Бог говорит. Он называл их святыней, он называл их моими. То есть мы фактически давали, приносили в храм, Израиль тыносил в храм, но давалось это все Богу. Он говорит, Моше имеется в виду, вернее так, Писание, так вот скажем, да? Писание через Моше, оно говорило о том, что им как детям, имеется в виду, израильтянам, как детям, да? Вот смотрите, приносите для того, чтобы в храме было служение, для того, чтобы левиты могли служить при храме, для того, чтобы можно было отправлять, ну, чтобы были все необходимые, там, жертвы и так далее, для того, чтобы вы могли приходить, там же была Иерусалимская десятинка, если я помню, чтобы на эту десятину вы могли приходить в Израиль, в Иерусалим и поклоняться потом. Вот, ну, это в дальнейшем потом. И была десятина для бедных, которая выделялась один раз в три года, то есть за семилетку она два раза выделялась для того, чтобы почтить левитов, для того, чтобы оказать помощь детям. У нас такого нет, левитов, нет храма и так далее. Но тем не менее, ответственности Господь не снимал за храм, правильно я понимаю? То есть у нас есть ответственность, и сейчас мы как бы не дети. Закон был детоводителем ко Христу, а мы сейчас уже не просто не дети, мы кто? Священники, мы взрослые, мы понимаем духовные законы, и мы понимаем, что никто не снимал нас ответственности на то, чтобы проходило служение, правильно? Это же за все отвечает серебро. Для того, чтобы мы помогали людям, которые не имеют возможности, условно говоря, иметь все, что необходимо для жизни. Мы им тоже помогаем. И что интересно, знаете, что интересно, на самом деле, Бог, Он не предусмотрел наказание, и даже тогда в Ветхом Завете не было наказания за дачу или не дачу десятины. Но Он просто не благословлял людей, которые это не давали. Он не говорил, я тебя там прокляну, то, что проклятием вы прокляты, это немножко по другому делу, это все мне об этом. Там Бог разбирался с отступниками, да? Он говорит, хотя бы в этом меня испытайте, вообще-то, отступники. Там по-другому. А с народом, смотрите, в Таразаконе 14 глава, 28-29 стих говорят об этом. «Попроши свежи трех лет, отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади в жилищах твоих, и пусть придет левиц, ибо ему не отчасти уделало с тобой. Пришели сирота, вдова, ну здесь говорится о третьем виде, и находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются. И смотрите, дабы благословил тебя Господь, Бог твой, во всяком деле, рук твоих, которые ты будешь делать. Будешь, не будешь, не проблема. Просто ты будешь так как бы в сторонке от благословения. Но если ты будешь это делать, дела рук твоих благословить. С неба деньги бросать точно не будет. Но будешь работать, оно, твой труд, он будет благословенным. И что интересно, то есть мы сейчас говорим, мы не под законом, то есть нет закона такого давать, но принцип, он остался. И еще он сказал, что ваша праведность, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев. А в праведность книжников и фарисеев что входило? Да, входило десятин. Поэтому, говорит, вы должны быть не просто не меньше, а вы должны быть даже большими даятелями, чем они. Хотя они были такими конкретными даятелями. И последнее. В Новом Завете тоже не предусмотрено ответственность за нашу черствость, жадность. Но сказано апостолом Павлом. При всем скажу. Здесь не о десятинах, здесь вообще о принципе говорится. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотного дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, ибо вы, чтобы вы всегда во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. О чем здесь говорится? О нескольких вещах. Первое. Что никто не разорится из-за своей щедрости. Будешь давать, это будет как сеяние. То есть деньги, не деньги будут расти, не-не-не. Но будет нечто хорошее, приходи в твою жизнь. И самое первое, что хорошее, то, что Бог будет тебя любить, ибо доброхотно дающий его любит Бог. Я думаю, стоит ради этого, да? И смотрите. И последнее. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью. Бог не обещает, что на всякую десятку он даст нам сотку. Он не обещает. Но он говорит, у меня достаточно благодати. Я знаю ваши потребности. Кому что дать, чтобы вы были благословлены. Во имя Ишоа Мессии. Аминь.